ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Он начинает свое служение в Евангелии от Матфея, 4 главе, с провозглашения «покайтесь, потому что Царство Небесное уже близко». И говоря это, он, по сути, повторял слова Иоанна Крестителя, которые тот говорил прямо перед приходом Иешуа, как его предсеча. Когда Иешуа посылает на служение своих учеников, он говорит им начинать их служение с такого же самого провозглашения. Также он учит учеников молиться словами «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Он подчеркивает значимость Царства Божьего так, что говорит ученикам «Вот она, основная вещь, наиболее важная вещь, которую я могу подчеркнуть». Он сказал «Ищите прежде Царствие Божьего и правды Его, и все остальное приложится вам». Когда Иешуа обращался к народу, то делал это обычно в виде историй, называемых притчей. И многие его притчи начинались похожими словами. В Евангелии от Матфея он использует фразу «Царство Небесное» вместо словосочетания «Царство Божье». И это потому, что Матфей в основном писал для евреев и религиозных евреев, которые отвергали повторение использования слова «Бог». Но так много его притч начинается фразами, где «Царство Божье подобно тому» или «Царство Божье подобно этому». В 13 главе Матфея, к примеру, «Царство Божье употребляется горчичному зерну, которое человек взял и посеял на своем поле. Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». «Царство Божье, подобно рыболовецкой сети, заброшенной в море, царство Божье, царство Божье, царство Божье, вновь, вновь и вновь, Ишуа учит о нем, проповедует его и демонстрирует его посредством своего земного служения». Поскольку это столь провозглашено было в служении Ишуа, множество христиан убеждены, что и проповедь Царства Божьего началась именно в Новом Завете со служения Ишуа. В конце концов, он царь царства, и тут он приходит, провозглашая, что Царство Божье тут. Но если вам кажется, что проповедь Царства Божьего начинается в Новом Завете с Ишуа, думаю, это подобно тому, как начать смотреть длинный фильм с середины. Если вы придете в кинотеатр, посередине картины, естественно, вы узнаете, чем она кончится, а если проявите должное внимание, то даже сможете, вероятно, разобраться, кто был главным героем этого кино. Но вам ни за что не понять, почему оно кончилось именно так, как оно кончилось, равно как не понять до конца мотивов персонажей и точку зрения главного героя, потому что все это было заложено автором еще в самом начале. Подобно этому обстоят дела и с Царством Божьим. Царство Божье берет свое начало не со служения Ишуа в Новом Завете, но намного раньше в Библии, и начинается оно с народа Израиля. Когда Бог искал народ, который бы стал Его примером, Его моделью народа для остальных наций мира, Он не стал брать уже существующую народность. Он начал с чистого листа и создал народ из одного человека. Он нашел одного человека по имени Авраам, который сможет быть Его другом, целостным человеком, человеком послушным и верным. И Бог заключил завет с Авраамом, содержащий обетование. Он обещал Аврааму, что тот будет отцом великого народа, что он даст ему землю, и будут они народом пред Господом вечным. Далее Авраам передает эти обетования и этот завет своему избранному сыну Исааку и своему избранному внуку Иакову. Имя Иакова было изменено на Израиль, и у него, в свою очередь, было 12 сыновей. Иосиф, ну и благодаря одному из этих сыновей, юноше по имени Иосиф, вся семья в конечном итоге переезжает в Египет. Согласно Библии, когда они вошли в Египет, вся семья насчитывала порядка 70 человек. На тот момент они еще не были народом, они были просто большой семьей с большими обетованиями от Бога. В Библии мы видим, что они провели в Египте 430 лет, большую часть этого времени в качестве рабов. Итак, в течение веков народ Израиля находился в египетском рабстве, сооружая из грязи на берегах Нила кирпичи для строительства города Фараона. На протяжении этого времени, несмотря на то, что они были рабами, народ значительно вырос числом своим. Так, что на момент выхода из Египта, Библия говорит о том, что мужчин среди них было около 600 тысяч. Теперь, если мы используем арифметику к этим 600 тысячам мужчин, способных к участию в сражениях, прибавим женщин, детей и пожилых людей, у нас получится порядка двух миллионов человек. Так что, когда Бог посылает, наделив силу своего слугу Моисея, противостоять фараону, перейти Красное море и вывести детей Израиля из Египта на свободу, на тот момент это уже было огромное количество людей. И когда народ Израиля выходит на свободу в пустыне, я думаю, справедливо возникает вопрос. Если теперь они свободны, то они свободны делать что? Что? Они все еще не нация. Они всего лишь толпа неорганизованных бывших рабов. Все, что они знали, это рабство. У них не было ни правительства, ни полицейских сил, ни армии, ни какой-либо национальной инфраструктуры. Им было известно только рабство. Дело было не только в этом. Каждый год, прожитый в Египте, они проводили на берегах одной из величайших рек мира, реки Нил. Нил постоянно обеспечил их всей необходимой водой, а в периоды наводнения и даже с избытком. Теперь же они оказались в пустыне, Синайской пустыне, одном из наиболее жарких и засушливых мест мира, не зная где и когда им доведется вновь совершить глоток воды. Они не являются нацией, они разобщены, бездейственная толпа бывших рабов. Но вот, в пустыне они встречаются с Богом, и Он говорит им важные слова, которые записаны в книге Исход, 19 главе, 5-6 стихах. Давайте взглянем на те слова, что сказал им Бог в пустыне. Итак, если вы будете слушать глаза Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. И вы будете у Меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Так что в пустыне Бог обращается к народу Израиля и говорит им, «Вы будете для Меня царством». Что это значит? Что это значит? Это означает, что там, в пустыне, Бог становится царем Израиля. Помните, Моисей никогда не был царем Израиля. Он всегда был пророком Господа, слугой Господа. Там, в пустыне, Бог становится царем Израиля. Следовательно, Израиль становится царством Божьим. Вот где впервые возникает упоминание царства Божьего в Библии. Это происходит не в Новом Завете, а задолго до этого, на страницах Старого Завета. И начинается это с народа Израиля. Друзья мои, вот оно, начало фильма, и важный момент о царстве Божьем, установленном прямо тут, в самом начале. Бог говорит им, «Вы будете народом святым, народом, отделенным для Моих целей. Мы можем почерпнуть отсюда, что, с Божьей точки зрения, Его царство всегда предполагалось как целостное, полностью функционирующее общество». Это означает, что религия занимала большое, жизненно важное, существенное, центральное место в Божьем царстве, но это была только часть царства. Только одно из двенадцати колен было выбрано Богом для особенных религиозных задач. Все остальные племена Израиля производили всю необходимую работу для полноценного функционирования общества. Там были юристы и судьи, бизнесмены и учителя, мастера и ремесленники. Были там солдаты и князья. В Божьем царстве были разнообразные люди. Такова картина Божьего царства. Оно никогда не задумывалось как некая религиозная система. И то, что им говорится, что они будут царством священников, не имеется в виду, что они должны стать религиозной нацией. Имеется в виду, что они будут народом, предстоящим в качестве примера пред Богом. То есть, они будут предстоять пред Богом от имени других народов и также представлять Бога другим народом. Они займут место посредника, заполняют ту пропасть, которая существует между Богом и остальными народами мира. Они будут тем избранным примером. Таково начало царства Божьего в Библии. Оно не начинается в Новом Завете со служения Иешуа. Оно берет свое начало в самых истоках Старого Завета, со становления народа Израиля. Если мы положим начало тут, то увидим совершенно иную концепцию Царства Божьего. Если мы начнем с середины фильма, то увидим сильную тенденцию к спиритуализации Царства, превращение его в некий духовный опыт или что-либо иное, дабы свести Царство к его религиозным элементам, в результате чего полагать, что в результате расширения нашей религии мы автоматически расширяем и Царство Божье. Но начало истории демонстрирует нам, что с Божьей точки зрения Царство Божье всегда было полностью функционально, упорядоченно, исполнено здравостью, процветающее общество, в котором не было бы бедных людей, в котором было бы исцеление и примирение, и очищение как в духовном, так и в человеческом смысле. Давайте подведем итог. Царство Божье было центральной темой проповеди Иешуа во время его земного служения. Он учил о нем, проповедовал его и демонстрировал его каждый день своего служения, когда он был тут. Но Царство Божье берет свое начало не в Новом Завете с проповеди и учения Иешуа, оно начинается с самых истоков Старого Завета, с народа Израиля. И если мы это видим и понимаем, что с Божьей точки зрения Царство Божье было всегда полностью функциональным обществом, вот что должно быть восстановлено в церкви сегодня, для того, чтобы поднимались мужчины и женщины, увидевшие свое призвание в самых разных сферах общества, используя свои дары как соль и свет, чтобы они приносили трансформацию, исцеление и восстановление во все народы мира. Вот что Иешуа имел в виду, когда говорил «Радостная весть о Царстве будет возвещена по всему миру как свидетельство для всех народов, и только тогда наступит конец». Это начало истории Царства Божьего, но даже в самом начале мы можем подчеркнуть существенные истины, которые способны помочь нам быть частью Божьего Царства сегодня.